Знакомые библейские сюжеты и лики святых теперь смотрят на прихожан со стен храма святителя Спиридона. Основной зал впервые открыл двери в новом виде. Над фресками работали 19 московских художников-иконописцев, которые уже более 10 лет расписывают храмы по всей России. Особое внимание они уделили фону. Золотой цвет сочетается с белым. Это символы небесного царства и божественного света, который проявляется на земле. Изначально была идея создать из многих-многих сюжетов, композиций, образов святых, орнаментов, создать ощущение именно радости. Радости от того, что мы можем быть со Христом. Сложность для работы создавала особая внутренняя планировка. Сам храм небольшой по площади, но он вытянут высоко наверх. Сюжеты и образы написаны на основе византийского стиля XII-XIII веков в современной интерпретации. Основная часть работ позади. Осталось только дописать несколько ликов святых, а также декорировать столбы. Но уже сейчас прихожане храма восхищаются проделанной работой. Я вот смотрю на все это, да, такое великое. Просто сделали изумительно красиво, изумительно спокойствие. Здесь вот сразу заходишь в зал, вот большой зал, и сразу чувствуется, что какое-то благодеяние хорошее было. Храм расписывали полгода, но службы в это время не прекращались. Летом молились на улице, а в плохую погоду спускались в нижнюю часть храма. И вот теперь основной зал предстал во всей красе. Ждали, терпели, надеялись, прям очень хотели вернуться, вернулись. Мы надеемся, что вот эта роспись, она будет для людей той возможностью прийти к Богу, когда не через слово, но через картину, через образ это будет возможно. Открытие храма после росписи отметили широким праздником. Гостям предлагали отведать церковную трапезу и наливали горячий чай. Детей катали лошади, а самые спортивные состязались в перетягивании каната. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Продолжение следует...